Одинцовская Заречья вновь помолодела. Перед открытием 30-го юбилейного сезона спортсмены и тренеры подмосковного клуба провели показательную тренировку на позиции капитана Валерия Гончарова, за плечами которой два игровых сезона в Одинцовской команде. Планы на год озвучивает скромно, учитывая, что средний возраст Зареченок не превышает 20 лет. Нам поставили задачу стать шестыми, к этому мы и будем стремиться. Я думаю, у нас все шансы на это есть. Тем более мы тренируемся, работаем, работаем интенсивно. О старте сезона говорили участники пресс-конференции. Генеральный директор волейбольного центра Московской области Сергей Таиров поблагодарил болельщиков за многолетнюю поддержку команды и пожелал спортсменам удачи. Президент Подмосковной федерации волейбола Игорь Наумов, бывший искровец и некогда старший тренер Заречья, напомнил, что команда знала и взлеты, и поражения, но неизменно была предана волейболу. Во многом благодаря тренерам Павлу Матиенко и Вадиму Панкову, которые тренируют команду последние 10 лет. Я хочу сказать, что вам действительно очень повезло, с удовольствием, с конечным составом, при фанатичном трене, например, в бурьболу, и наше сложное время, при сложном материальном положении, мы приводим в ваших результатах. Я, вы знаете, три года был директором публикульного центра, и мои предшественники все вас разознают, вывозы, успехов, достижения, и, как говорим о том, что вы здесь являетесь тренингом, и они уходят, и все в влиянии больших предложений. Это приводит к тому, что цель, если вы видите, в городе, в реке. За речи Одинцова, кузница кадров в отечественном и европейском волейболе. Однако в 2017 году из-за финансовых перипетий над командой нависла угроза исчезновения. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева клуб сохранил позиции и возможность играть. Я встречался с Андреем Юрьевичем Воробьевым, мы договорились о помощи, он молодец, что, как говорится, поддержал нас. И вообще-то принцип сейчас такой, что спортивные команды, они существуют за счет спонсорства. Но, тем не менее, мы сами должны, по идее, искать спонсоров и жить за свои деньги. Но Андрей Воробьев помог нам, помог, и, как говорится, на два года теперь у нас нет проблем, и мы будем двигаться. Так что спасибо Мособласти. Ответственный момент – вручение майк игровому составу. В этом году за реченки в розовом дизайнеры добавили на форму нежных бабочек, прекрасных и трепетных, подобно новобранцам команды. Были и подарки для активных болельщиков, принимавших участие в розыгрыше на страницах клуба в социальных сетях. А затем настал черед вопросов от поклонников Одинцовского волейбола, которые 21 октября придут в спортивный центр, чтобы поддержать любимую команду. В первом домашнем матче соперником за речи Одинцова станет Сахалин. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.